Мечты о путешествиях воплотил в роль видеоролики воспитанник детской школы искусств номер 2 Вениамин Котлов. Со своей работой он занял первое место на Всероссийском фестивале молодежного и семейного экранного творчества в Новосибирске. Мульт «Семья-2020» прошла в онлайн-режиме. Это все проходило в условиях самоизоляции, с той техникой, которая есть. То есть, если у тебя есть телефон, у которого есть фотоаппарат, это уже хорошо. Если у тебя есть фотоаппарат, это вообще прекрасно. У каждой команды была своя тема и выполняли строго работу на свою тему. В конкурсе приняло участие более 40 детских студий со всей страны. Каждой команде выдавалось задание, которое они должны были выполнить в течение дня. За полторы недели участники сняли больше шести фильмов. По словам Марии Долиной, придумать сюжет и заснять его на камеру было не так просто. Участникам приходилось прибегать к подручным средствам. В то, что ты находишься в квартире, у тебя вся техника либо на работе, либо ее вообще нет. И приходилось выкручиваться, прикручивать телефон скотчем к штативу. По регламенту в конкурсе могли принимать участие только ребята от 14 до 16 лет. Но 8-летнюю Юлю Тюлюпу это не остановило. Как только девочка узнала об онлайн-конкурсе, она сразу попросила маму ее зарегистрировать. Организаторы пошли навстречу и придумали отдельную номинацию «Семейная», в которой приняло участие три семьи. Мне понравилось участвовать в съемках моего любимого питомца-кота, рисовать на компьютере. Там ты отвлекаешься от того, что существует вообще этот карантин, коронавирус. Отвлекаешься от этого, делаешь какие-то задания, тебя спрашивают, ты отвечаешь. Школа искусств номер два на фестивале «Мультсемья-2020» представили 10 воспитанников. И почти все они стали лауреатами. Это в очередной раз показало высокий уровень работы педагогов. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.